В 2022 году один за другим ушли из жизни несколько известных советских и российских политических деятелей, в том числе и тех, кто участвовал в подготовке Беловежских соглашений, определивших распад Советского Союза. Список советских политиков, которые умерли в 2022 году, смотрите в этом видео, не переключайтесь. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. В августе 2022 года после продолжительной болезни из жизни ушел государственный политический деятель Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС 1985 года и первый и единственный президент СССР. Политик, умерший в возрасте 91 года, стал известен в мире благодаря реформам, направленным на прекращение холодной войны в мире. У него осталась дочь Ирина, внучки и правнуки. В 1990-м политик получил Нобелевскую премию мира, однако в Советском Союзе и в России инициированные Горбачевым изменения под названием «перестройка» Тем не менее, главные идеи перестройки, включая на всех направлениях, политическая реформа, экономическая реформа, много национальных государств, я протащил. Подверглись критике и получили неоднозначную оценку. Его осуждали за меры, принимаемые в экономике, и винили в распаде Советского Союза. Мировые лидеры и политики, в том числе Владимир Путин, Джо Байден и Борис Джонсон, выразили соболезнования семье Горбачева. Восхищение у многих вызывает его лидерские качества, прямота и умение видеть иное будущее на политической арене мира в разгарах холодной войны. Немецкие государственные деятели отметили его вклад в объединение их страны и придание СССР демократического импульса. Григорий Явлинский отметил, что Горбачев дал свободу миллионам жителям России и стран Европы. За 6 лет правления смог изменить мир. Еще один советский политик, который умер в 2022, первый президент Украины Леонид Кравчук. Он скончался после болезни в мае на 89-м году жизни в Германии. В последние годы жизни состояние здоровья Леонида Макаровича ухудшилось. Он перенес операцию на сердце и страдал от проблем сердечно-сосудистой системы. Карьера Кравчука началась в 1960-х. Он работал преподавателем, позже окончил аспирантуру и стал кандидатом экономических наук. В 1980 году стал депутатом Верховного Совета УСССР, а спустя 10 лет членом ЦК КПСС и председателем Верховного Совета Украинской СССР. Под его председательством была провозглашена независимость Украины. Как представитель украинского правительства Леонид Кравчук участвовал в подписании Беловежских соглашений в декабре 1991 года. После проигрыша на президентских выборах в 1994 году Кравчук продолжил политическую карьеру, став депутатом Верховной Рады. В 2015 он занялся общественно-политической работой, став руководителем организации движения «За Украину» в НАТО. Кроме этого, за последние дни жизни Кравчук был председателем контактной группы по регулированию ситуации на востоке страны. Следующий участник Беловежских соглашений, ставших причиной распада СССР, председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич. Политическая карьера Станислава Станиславовича началась в советский период. В конце 80-х он был выдвинут кандидатом в народные депутаты и одержал победу. Весной 1990 года политик получил должность первого заместителя председателя Верховного Совета. Отставка спикера парламента Николая Дементья после провала августовского пуча привела к тому, что Шушкевич стал исполняющим обязанности председателя Верховного Совета, а позже и первым лицом Беларуси, возглавив ее Верховный Совет. На выборах президента Беларуси в 1994 году Шушкевич занял 4 место. До 1996 оставался депутатом белорусского правительства. С 1998 по 2018 Станислав Станиславович был председателем оппозиционной партии «Белорусско-социально-демократическая громада». Будучи пенсионером, Шушкевич читал лекции в университетах России и за границей. До конца дней Станислав Шушкевич оставался главным оппонентом и врагом Александра Лукашенко, занимающего пост президента Беларуси с 1994 года и считающего распад СССР ошибкой и катастрофой. Умер политик в мае 2020, когда ему было 87 лет. Причиной смерти стали последствия перенесенной коронавирусной инфекции. В феврале 2020 стало известно, что на 1993 году жизни после продолжительной болезни скончался советский политик Евгений Козловский. С 1955 Евгений Александрович был членом Коммунистической партии. В советский период занимал пост министра геологии с 1975 по 1989 год и был депутатом Верховного Совета СССР 10-11 созывов. За заслуги и достижения Козловский получил ряд орденов, почетных званий и наград был отмечен несколькими государственными премиями. Благодаря его усилиям и сочетанию личностных и профессиональных качеств добывающая промышленность стремительно и стабильно развивалась. Его политика и идеология, применяемая в этой сфере, позволила руководству страны в начале нулевых годов умножить экспортные доходы и поднять уровень благосостояния российских граждан. Евгений Александровича многие считают энтузиастом своего дела и человеком, внесшим огромный вклад в рост экономики и сохранение государственности. Как советского и российского политика и государственного деятеля, а также соратника Бориса Ельцина в начале его президентской карьеры запомнили Геннадия Бурбулиса. Он также активно участвовал в подписании Беловежских соглашений, а в период с 1991 по 1992 занимал посты госсекретаря изом предроссийского правительства. Геннадий Эдуардович вступил в КПСС в 1971 году, занимался преподаванием и стал кандидатом в философских наук. В период перестройки основал клуб «Дискуссионная трибуна», который вначале обсуждал культурные, а затем и политические вопросы. Клуб был ликвидирован после того, как Бурбули стал народным депутатом в 1989. В начале 90-х политик вошел в ближайшее окружение Бориса Ельцина и возглавил его избирательный штаб. По мнению многих современников, Геннадий Эдуардович оставался серым кардиналом, но играл серьезную роль в принятии решений государственной важности. Позже его влияние на руководителя государства стало слабее. Бурбулис продолжил карьеру как депутат Государственной думы, затем стал вице-губернатором Новгородской области. Последние годы жизни занимался научно-преподавательской деятельностью, стал основателем фонда «Культура достоинства». Умер политик в возрасте 76 лет в июне 2020-го. СМИ сообщали, что перед этим самочувствие Геннадия Эдуардовича не ухудшилось, он не жаловался на проблемы со здоровьем. Другие обстоятельства в прессе не уточнялись. В период с 1988 по 1990 год должность министра внутренних дел с СССР занимал Вадим Бакатин. Также он участвовал в выборах президента РСФСР в 1991 году и запомнился как либеральный реформатор органов государственной безопасности, став последним руководителем КГБ СССР. Получив образование инженера-строителя в Новосибирском институте имени Куйбышева, Бакатин больше 10 лет проработал в строительной сфере. Партийной работал, стал заниматься с 1973 года. Был вторым секретарем горкома КПСС в городе Кемерово. Карьера политика начала продвигаться вверх с начала 80-х. С 1986 по 1989 Вадим Викторович был депутатом Верховного Совета СССР. Во время августовского пуча в 1991 Бакатин выступал против действий ГКЧП, назвав их антиконституционными и сопровождал президента Михаила Горбачева в поездке в Форус. После событий в декабре того же года Вадим Бакатин ушел в отставку. С 1992 по 1997 был руководителем одного из департаментов Международного фонда экономических и социальных реформ. Советский политик ушел из жизни в возрасте 84 лет в июле 2022 года. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимает много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok